Вот где-то я прочел по поводу того, что вы говорите, если вот я вижу, что никто другой не сможет это сделать, берусь я. Вы хорошо знаете меня. Вот видите. Да, это правда. Если я вижу, что никто лучше мне это не сделает, конечно, я берусь. Я стараюсь не, так сказать, не хватать подряд все роли, но если я знаю точно, что это сделаю лучше, чем кто-либо, то это буду делать я, естественно. Если кто-то помнит картины с Майерсом, там, Голдмембер и так далее, вот эти все знаменитые такие экстра-фантазмагоричные такие комедийные картины, да, то в одной картине, допустим, я озвучивал и доктора Зло, и того же самого Майерса, две роли главные. И зрители не могли даже определить, что один и тот же актер озвучивает две роли. Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом. Лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени. Как слезы в дожде. Пришло время умирать. Я хочу все забыть. Десять лет. Понимаете? Хочу стать богатым. И знаменитым. Скажем, актерам. Как вам угодно, мистер Рейган. Хорошо. Я добуду все, что вам нужно. А потом вы подключите мое тело к Матрице. Нет, это не амнезия. Я помню все до травмы, теперь ничего не вспоминаю. Я не помню наш разговор. О чем мы говорили? Про Сэма Джинкиса? Я рассказывал про Сэми, чтобы вы меня помнили. История Сэми помогает мне понимать, что со мной. Сэми писал себе бесконечный горы записок. Но он путал все. Я нашел надежный способ решения проблемы. Я дисциплинирован очень. И мне помогают устоявшиеся привычки. У Сэми не было смысла жить и бороться. Да, у меня есть смысл. Хранилище 687. Фонарь, пожалуйста. Ключ, пожалуйста. Вот солдафоны. Ни воображение, ни манер. Да еще сражаются ради чести. Честь это бесполезная погремушка. Он не лучший убийца. Профессионал. Убийца-наемник. Циничный, опытный и хладнокровный наемник. Взяв в руки ZF-1, сразу спросил бы, что это за красная кнопочка внизу. А теперь, что касается вас, бедолаги. Как я понимаю, перед вами стоит вопрос, что делать дальше. Я полагаю, у вас есть два пути. Первый. Как только я уеду, вы можете поднять животное с придавленного им спека и его отнести в ближайший город. Для этого вам придется вернуться обратно на 37 мили. Или второй. Можете освободить себя от атаков, взять оружие, всадить ему пулю в голову, закопать их двоих поглубже, а затем отправиться в более просвещенную часть этой страны. К слову о суете, я сейчас занят по самое горло, так что если у тебя новостей нет, и... Нет. Ничего нового. Тогда в выходные позвони. Хорошо. Ладно. Рад был поговорить, пап. Звони. Позвоню. Пока. О, вот это подарок. Это же шампунь. Да. Идите, нажритесь. Отлично. Потрахайтесь. Все за мой счет. Пока тебе и твоим парням не надоест. И возвращайтесь на дорогу. Мы найдем ее. Твою книгу. Я в этом не сомневаюсь. По-моему, срать ты хотел на всю эту компанию. Еще бы мне было не срать на эту компанию. Что ты? Мне нужны только деньги, думаешь? Когда я был маленький, я мечтал управлять химической компанией. Нет. Я мечтал лежать на пляже. И чтобы топ-модель приносила мне выпивку, вот о чем я мечтал. И именно это ждет меня, когда я высосу все до единого цента из этой компании. Но все по порядку. Либо увольняй толстуху, либо коллегу. Или я уволю вас троих. Думай сам. Либо один теряет работу, либо все трое. И пусть он оставит разрешение на парковку для инвалидов. Итак, ввиду злонаверенности твоих действий, ты, как бы поделегать не сказать, уволен. Но уж нет. Меня вы не закопаете. По-моему, ты сам уже почти закопался. Это только вопрос времени. Ты умрешь ужасной смертью. Как и твой отец. Хотя разница есть. Никто тебя не пожалеет. Ты псих. С большой буквы П, мучачо. Я знаю, зачем ты пришел, мачет. Работаешь теперь на врагов? Еще один педр, разгребающий их дерьмо? Да, у меня для тебя новость, ублюдок. Ни хрена ты меня не убьешь. Ибо я есм. Гнев всего мать его гребаного мексиканского народа. Это называется интернет. И он совершенно революционно изменил нашу жизнь и доступы к ценной информации. Например, посмотри. Я знаю, потрясающе. Какой-то бельгиец и его пятнадцатилетняя рабыня-любовница с бритыми ногами пришли мародерствовать на место аварии и нашли ребенка. Муа, они вырастили меня злым. Знаешь, эти извращенцы. Я. Но ничто не сравнится с этим. Сидеть в брюхе каменного зверя, ночь за ночью, в одиночестве. Бабочка зверел. Оторвемся. Что происходит? Супергерои никогда не стареют. Вы задумывались над этим? Отправляются ли они в дом для престарелых супергероев или такого дома вообще не существует? И что пенсионеру и герою отвечать вам, если вы попросили о помощи? Алло, что? Человечество угрожает опасность? Извините, мне уже 65. А что еще он может сказать? Или у вас было отличное зрение, и вдруг начались проблемы с глазами. И теперь вы сможете видеть мир лишь через маленькую тоненькую пленочку. Посмотрите, кто пришел. Незваные гости. Что ж, добро пожаловать. Хочешь присоединиться к веселью? Мой отец был музыкантом в Сталинграде. В период немецкой оккупации его скрипка радовала сердца чудесной музыкой. Корсакова, Стасова и других наших великих композиторов. Для моих соотечественников это был символ надежды. Для немцев символ нашего неповиновения. Вызов. Даже сейчас я по-прежнему слышу, как он играет. Узнавать секреты — это моя работа. Я должен знать тайны всех, кого допускаю к королю. И надо признаться, я люблю свою работу. Ты будешь нашим послом. Поскольку эта девка помешана на чести, она примет тебя, накормит. А если немного повезет, может, ты ее и трахнуть сумеешь. Произведения «Властителя ночи» не идут ни в какое сравнение с вещами, изготовленными сегодня. И все же для меня в них есть особая ценность. Немного сентиментально. Ну, ты понимаешь. Всю жизнь надо мной издевались и насмехались из-за моего увечья. Я был рожден для великих дел. Но проклятый клан ни за что не позволил бы мне их свершить. И все же, спустя долгий месяц лишений и скитаний, я начал с завистью вспоминать тепло и безопасность родных стен. Моя душа будет моей! Я твой худший кошмар! Приветствую тебя! Достойно благодарю! Твоя душа познает муки! Не зли меня, смертное ничтожество! Даже в моем черепе силы больше, чем во всем твоем теле! Хех! Иллидан подтвердит! Надин рос Приятный сюрприз! Осторожно, братья! У тигрицы есть когти. Асав? Сколько лет! А ты все так же... юна! Как? Юна! А если ты... Най-лик! Ну-making красота! Ты все так же не входил! Моя, это могла Beach스! Так... Продолжение следует...